Сегодня ночью со стороны Покровска, бывшего Красноармейско-Донецкой области, были слышны взрывы. Мы связались со знакомыми своими, нам сообщили, что на северо-западе города видна зарево и слышны взрывы. Но все это закончилось быстро и ночь прошла спокойно. Но в целях безопасности решили сегодня подготовить подвальчик. Неизвестно, какая ночь ждет нас впереди. Вот занесли в подвал габаритный такой инструмент, лопаты, лом. Плоскогубцы, монтировка, молоток, пика шахтерская, зубила, топор, разводной ключ, балда. Ну, что было, под рукой то и занесли. Еще сумочка с мелким инструментом стоит в доме. В случае чего обострение обстановки, берем сумку, мешки с теплой одеждой, продукты и в подвал. Так, опустимся ниже. У нас здесь вторая дверь. Заходим в подвальчик. В подвал занесли шезлонг. Кресло пластмассовое, он в салфановом пакете, одеяло, тряпки, покрывало там всякие теплые. Но это если обстановка будет не сильно сложной. Можно переждать сидя. Если что-то будет серьезное, вот здесь у нас имеются двери. Снимаем дверь с петель. Такая же дверь находится рядом в помещении. Заносим сюда. И тогда стелим стеллажи деревянные. Сверху матрасы, одеяло. И имеется в доме приготовленный мешок с теплой одеждой. Там шубы, куртки, ватные штаны, шапки. Короче, все теплое. Занесли документы. Свечи, спички. Здесь, конечно же, есть консервация. В доме приготовленные сумки с продуктами. Запасы воды. Здесь у нас еще есть так называемый аварийный выход. Если выбить вот эту вот бетонную заглушку, то эта труба пластиковая идет в колодец. Можно оттуда достать воду. А если в случае чего нас здесь в подвале завалит и не будет никаких шансов выбраться через двери, можно выбить вот здесь несколько шлакоблачин. И через метр от этой стенки будет стена колодца. Можно будет выбраться оттуда через колодец. Или в случае чего использовать его как вентиляционная отдушина. Выбить этот бетонный блок там и будет поступать воздух. Вентиляционная труба есть еще вон вверху подвальчика, под потолком. На всякий случай подготовили. В соседнем помещении есть переноска, есть веревка. Если будет сложная обстановка, занесем сюда переноску и возьмем какие-нибудь электроинструменты. Ну, например, болгарку и перфоратор. Если будет электроэнергия, что, конечно, навряд ли, но а вдруг можно будет использовать этот инструмент. А нет, значит, будем пользоваться свечками, будем пользоваться простыми ручными инструментами, ломами, лопатами, ну и так далее. Желательно, конечно, чтобы ночь эта не повторилась. Было тихо и спокойно. И всем желаем того же. Пока. Да, чуть не забыл. Подготовили помещение для животных. Сюда мы с собой их взять не можем. У нас две кошечки и собака. У нас есть под домом сухое, теплое, подсобное помещение. Мы все подготовили там. Сухой корм, вода, туалет для них. Все предусмотрено. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok